Ой, как это всё хорошо и красиво-то. К сожалению, некоторое время я не смог вам ничего сделать нужного. По одной простой причине у нас что-то внезапно, как всегда, батареи не вовремя включили. И в результате то ли ротовирус я поймал, лечился-лечился, не получилось. Потом я уже понял, что было немножко по-другому и пошёл, тупо не стал вызывать скорую помощь, а пешкодрапчиком дошёл до улицы Уральской. Именно там у нас располагается то, что должно нас лечить. Моя поликлиника, ну точнее медицинский здравоохранительный отдел, драфотдел, ну не отдел, то есть там можно было и полечиться. Вовремя пришёл, вовремя мне сказали, что у меня горлышко заболело. Но потом, правда, это горлышко перешло чуть-чуть дальше, это стало бронхитом, моим хроническим бронхитом. Но в любом другом случае я не стал опять же вызывать скорую помощь, потому что в прошлый раз, когда я вызывал скорую помощь, меня четыре раза слушали, а может быть три раза, не помню. Но в итоге оказалось пневмония. Я, естественно, был гораздо противником этого мероприятия, потому что, извините, три пневмонии ловить, это как бы не совсем хорошо, естественно. Ну и я немножко пролетелся. Но потихонечку, потихонечку я всё-таки собрал то, что находится вот здесь. И я вам сейчас объясню, вы уж обязательно, взрослые, дети или ещё кто-то, пригласите, пожалуйста, своих пап и мам к телевизору. Потому что сейчас разговор будет, во-первых, о вас. Давайте всё-таки определимся, чем я занимаюсь, это хобби. Какое количество моделей я примерно собрал. Ну, невзирая на то, сколько я собирал ещё в детстве, а тогда не было ни аэрографов, не было ничего. Это было в 97-м году. Я сделал первую покраску своего самолёта, и он очень хорошо продался, сразу же у меня его забрали. Потому что то место, которое я организовал, оно работало. Я бы, конечно, хотел, чтобы это было и сейчас. И почему? Я вам говорю особенной про детей. Вы, пожалуйста, на меня не смотрите, я неутюненный. То есть краска обыкновенная, она абсолютно не разводится ничем. Она разводится просто водой. Это акриловая эмаль. Всё рано или поздно мы тоже перейдём, будем машину так же красить акриловыми эмалями. Если я вас сильно-сильно попрошу, я бы вам попросил бы, в смысле объяснил бы и дал бы возможность эту машину попробовать отмыть. Ничего не получится. Вы не сможете её отмыть. Потому что после того, как она встала, это всё. Ещё бы лаком покрыть, и тогда всё. И тогда вообще бесполезно. То есть акриловая краска красится, а потом ещё покрывается лаком, и в результате вы не дышите тем ароматом, которым вам не нужно дышать в природе своей. Клёника, да? Но самый вариант в чём заключается? Мы сейчас вернёмся на круги своя. Была дивная ситуация, когда мужики уходили на пенсию в 55 лет. Была такая ситуация. А сегодня 65. И сколько у вас уйдёт на тот свет? Я сейчас объясняю ситуацию, что до 47 годков-то при работе на телевидении у меня ушло 4 видеоинженера. Топовых. Ну, в смысле, крутых. Это не буду говорить. Вот. То есть, как бы вам сказать... Я ещё раз говорю. А до пенсии... До пенсии... Ну, как бы вам сказать-то? До пенсии, да? То есть, давайте всё-таки определимся, почему нам нужна пенсия. Потому что на пенсии надо отдыхать. Ага. А государство не хочет, чтобы мы отдыхали. Ага. И поэтому пенсия в 65 лет, они ещё потом дальше воткнут до 70. Ради чего? Ради того, чтобы мы отчисляли пенсионные фонды, они все эти деньги тырвали в бизнес вот такой. Ну, красиво, да? Я не люблю страну, которую разворовали. Я люблю страну ту, в которой я родился. И как бы вам сказать... Вернётся она на круги своей? Нет. Но никто не мешает у вас уехать в те места, где она работает. Самое ближайшее место, знаете, какое? Ну, сейчас объясню. А вы не в курсе, что в Белоруссии? Социализм. Так вот туда и надо ехать. И там всё нормально. И там человек дал людям люлей. И не детских. И максимум продукты в магазине 7 дней. И наценка не более 25%, а даже может быть ниже. А иначе тюрьма. Клёво, да? Это бы нам бы сюда. Ну, кстати, почему нет? К слову о том, что недвижимость в Российской Федерации должна стоить дороже, чем где-либо. Потому что, извините, такие дома с такими стенами не могут стоить копейки. Естественно. Они должны стоить сверхдорого. В смысле, не сверхдорого, а потому что мы не собираемся в домах жить, которые не имеют отапливаемого помещения. Это бред сивой кобылы при минус 25 градусах. Мы на минус 35 это все приехали. Это наша жизнь такая. И поэтому наши дома они стоят космос. И в принципе, если у вас не понты, если вы не хотите где-то дело покупать и жить где-то, допустим, в областных центрах тамошних, а живя где-нибудь в другом месте, то по цене, в принципе, за 500 тысяч рублей вы спокойненько можете себе дом в любом месте купить. Ну, конечно, придется поработать, а без этого никак. То есть, в принципе, и это в том числе есть. Я еще раз вам говорю, почему я говорю про вот это дело, про хобби, моделизм. В принципе, я занимаюсь самолетами. Я раньше занимался другими самолетами. И, естественно, 1К72, вы видели эти самолеты 1К72, потому что у меня сейчас, конечно, больше вариант возникает к размеру 1К48. Потому что тогда этого не было. В принципе, когда мы начали моделями заниматься, это было в мое личное время, это было в 1979, 1980 год, когда у меня первые модели из далекой Восточной Германии привезли. Они продавались, естественно. А до этого, как бы, ну, будем еще раз говорить, что стендовые модели появились где-то примерно в 1965 году, когда пластик стал доступен и все начали его делать. То, чем мы сейчас занимались в Советском Союзе, мы брали машину под названием Фрок. И переделывали его, сделали модификацию под названием НОВА. Но это не НОВА, это вот китайский моделька, что это чуть позже, естественно. То есть, в принципе, вы можете не только самолетами заниматься, вы можете еще и моделями кораблей заниматься, вы можете танками заниматься, используя вот эту штуку под названием Аэрограф. То есть, в принципе, вы можете себе купить, а для того, чтобы у вас никаких тараканов не возникало, еще раз объясняю, как вы это будете делать, рано или поздно, все равно мы будем машины настоящей красить. И давайте все-таки определимся, если вы захотите красить машину, вы это можете сделать, не проблема. Или вы думаете, что с машинами что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Машины есть, будут, и всегда работать будут, и всегда биться будут. Да-да-да-да. И в принципе, как бы вам сказать, если у вас свой лакокрасочный цех есть дома, вы это можете сделать. И удовольствие не такое уж большое, по деньгам-то обойдется-то. В пределах 500 тысяч вы сделаете себе все от и до, желательно подлиннее, чтобы туда можно было или узин загнать, можно пошире, естественно. Вот и все. И зачем вам пенсия, когда у вас всегда будут деньги? Тема есть? Ну, я же еще раз говорю, я вам вечно хорошие говорю, с мозгами. Да-да-да-да-да-да-да. Почему я начал этим делом заниматься? Потому что я посмотрел, сколько у нас стоит в нашем дивном городе покраска автомобиля. Очень недешево, скажем так. Она, наверное, самая дорогая в Российской Федерации, именно в Магнитогорске. Потому что слишком далековато, да, до Челябинска доехать, до Екатеринбурга, там дешевле, вопросов нет. Там в два раза дешевле, чем здесь покрасить машину. Клево, да? А может быть, в три, а может быть, в десять раз. Если у вас понтов нет, вы не собираетесь давить ее и выставлять на отдельные там штучки, которые вам машины красят. Но как они красят? Давайте все-таки определяемся про машины, которые в процентах сорока эти машины перекрашенные. Да, да, да. А потом оказывается, что вдруг откуда ни возьмись, с новой машины лак полез. А почему он полез? Ну, вы же не знаете. Для вас проехали, для ваших ушей проехали, ваши товарищи, которые вам продают машины и зарабатывают весьма немаленькие деньги. Ну, примерно 150 тысяч рублей тот человек, который вам машину продает. И почему у меня сейчас нету проблемы в автостопе? Потому что, ну, пункт номер один, я в гордом одиночестве, я пытаюсь что-то снять, ну, пытаюсь это снять, ну, как бы вам сказать. Это не дешевый вариант, телевизионная программа про автомобиль. Я делаю, делаю, тут даже вопросов нет. Ну, так вот. То есть, в гордом одиночестве я этим делом занимаюсь, но, тем не менее, давайте определимся, что вы сможете спокойненько заниматься и покрасить свои настоящие автомобили. Это будет много, это будет хорошо. А для чего я вам сейчас показываю аэрограф, я мне никто не рассказал. Но в связи с тем, что я же человек нормальный, я же могу вам немножко объяснить. То есть, первоначально вот это основная иголка, которая вставляется в серединку. Оптимальный вариант, не я посмотрел, но благодаря YouTube, естественно, я просто обточил. Ну, там ничего сложного. Берете наждачечку и начинаете ее обтачивать, обтачивать, обтачивать. Для того, чтобы она, во-первых, чуть-чуть дальше вышла, а во-вторых, по ней очень хорошо текла бы краска. Так, господа мои, понятно, да? Вот она так вставляется. Вот она спокойненько вставляется сюда. Вы ее зажимаете и самое главное, самое главное, в связи с тем, что вы красите акриловой краской, желательно не заливать его по самой акриловой помидору, потому что не получается, а покрасить немного и сразу же промыть. И все. И вот вам мой эффект, который нарисовался уже после того, как я покрасил вот эту модель. Эта модель самолета чуть-чуть позже, чуть-чуть позже, сейчас, чуть-чуть позже. Так вот, что такое эта модель самолета? А вот теперь я вам расскажу то, для чего я учился в 33-й школе. Да, господа мои, я чуть-чуть больше вашего знаю английский язык. And of course, I can speak English. Really now. And of course, I want to control the situation using the internet and using what kind? Yes, of course, Wikipedia. Now I'm ready what about this the Havilland vampire. Ну, для того, чтобы доехали, я все это дело прочитал на английском языке, если вы хотите почитать на русском языке, то вы нахрена ничего не найдете. Потому что там нету ни хрена. Ну, что это? Ну, вам сказали, что это, наверное, второй, хотя он не был вторым. Ну, давайте все-таки предместим. Вторым он был где? Он был сделан в Великобритании. Да, он был вторым. И сама ситуация The Havilland очень хорошая. Она все время была с 1920 года очень хорошо развивалась. Mosquito там, все они такие модели делали. В смысле, самолеты настоящие делали. И самое главное, что сын The Havilland использовал эту машину в качестве тест-драйва. Ну, в смысле, он он обучил. Он ее научил. Он не давайте определимся. Он был тест-пилотом. А тест-пилоты это очень крутые специалисты. И, конечно, он на ней прокатился. И опробовал. Это было красиво. Но в 1960-м с небольшим годком эта телекомпания немножко распалась. Хотя, в принципе, вы видели, да, Comet The Havilland. Помните, да? Я вам показывал не так давно. Та же самая модель. Еще одну, может, модель. Вы, в принципе, можете чуть-чуть-чуть-чуть отмотать обратно. Такая же модель была, я сейчас не помню, как она называлась. Трайстар, что ли? Тоже большой самолет, естественно. А потом все это дело закончилось. Ну, и она, конечно, никуда не испарилась, естественно. Они просто уехали. Все, что касаемо дальнейших вещей, которые я вам здесь показал, а это для чего? А это для того, чтобы у вас была моторика. То есть, вот, люди занимаются и играют в компьютер. Это хорошо. Но я тоже играю в компьютер, но не так часто и не так много, естественно. А зачем? Потому что все, что здесь нужно, вот эти все вещи, то есть, вы думаете, что все так легко и просто, вот эти все вот эти штучки, да? Это у меня штуки под названием пинцеты. Их я использую для того, чтобы наносить клей. Не один, не два, а побольше. Вот. Упс. Есть еще такие штучки. Вот здесь очень много пинцеты различные. вот они, пинцеты. Это ножики разного типа. Ну и, естественно, а как вы хотите? А вы хотите, чтобы все получилось? Нет, все не надо получаться, потому что некоторые вещи гораздо проще, используя что? используя ручки свои, используя кисточки, покраситься. Но, чтобы у вас не было никаких проблем, особенно для взрослых, у которых длиннозоркость, вот такие очки. Да-да-да-да-да-да-да, где я их брал? Ну, естественно, в электросилик, где еще можно было брать? То есть, у меня их много и красиво. Почему я все-таки перешел к размеру 1,48? Потому что моделей очень много. Конечно, гораздо больше моделей к 1,72, но следующий идет вариант 1,48. Ну, примерно. А почему закончилась модель 1,100? Сейчас объясню. То есть, помните, да? Ну, вот она была такая большая машина, да? 1,100. А вот это 1,100 вертолет МИ-4. Ну, я потом сделаю, вы все это делаете, потом увидите. Но самый забавный вариант, что вот это, вот это вот, 1,100 самолет. Оно кому-то нужно, нет? Нужно. Ну, я потом это сделаю, потому что попросили, попросили, точнее, мне все это дело сдали, а я, естественно, буду сам переделать, сделать что-то немножко по-другому. И в отличие от моторики, туда убрал, вы должны понимать, что отдельные вещи я использую скотч, специальный, малярный, качественный скотч. Он у нас продается, и самое главное, что этим качественным скотчем, он очень хорошо разделан, то есть, там нету никаких проблем. Аккуратненько скотчем вставляете, все получается просто изумительно и ровно. Единственный вариант, в чем заключается, еще раз вам объясню, если вы начинаете использовать модель самолетов или модель танков, для того, чтобы не переделывать, а у меня довольно часто получается, хотя, в принципе, я его потом об себя вот так обтираю, для того, чтобы предыдущая покраска не выдергивалась. То есть, ну, а как по-другому? То есть, вы так делаете, и потом надо будет аккуратненько прощелкивать все это дело перед покраской. Много хороших вещей я рассказал, да? То есть, это я вам объясняю, объясняю, объясняю. Во, вот теперь, вот теперь. Это, это, это мы объяснили. Это мы сейчас поговорим о чем? То есть, вот о следующих вариантах как раз в процедуре выполнения модели этого самолета. Чем она вообще шикарна? Давайте все-таки объясним, что, ну, вы видели такую модель? Я прям рядышком с ней стоял. А где? Ну, где? Ну, давайте вспомним. А зайдите, опять же, в эту Википедию, посмотрите, где. они находятся. Вы не такие частые гости, а я был в том месте, где и Ганнет видел, и Вампир я там видел, и вертолет Сикорский, и большую машину под названием Constellation. В следующий раз я его обязательно куплю. Два раза мы там были, два раза мы ходили. Где? 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 Естественно, в Индии. Не в курсе событий, так вот на Гуа вы прилетаете, спокойненько садитесь на аэродром. Если это север Гуа, вас сразу увозят на север. А если юг Гуа, то вы как раз немножко должны обойти эту площадочку с юга, и вот там есть Национальный музей авиации. Вот, 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 вот. И вот там он стоит. Да. Двигатель был, естественно, тот мотор, который мы говорили, Метеор, у него было два двигателя, а здесь был один двигатель. Он находился прямо в центре. И самое главное, что, а вот теперь другой вариант, и, конечно же, огромное спасибо, огромное спасибо, кому я говорю огромное спасибо? Нет, я говорю огромное спасибо россиянам, которые сделали один С-штурмовик. Ну, штурмовик, помните? Он был всегда красив. Первый полет это надо было еще взлетнуть, то. Но с каждой новой модификацией взлеты становились все труднее, 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 труднее. В финальной части да. Ну, а сам, там взлетнуть-то еще можно попробовать, особенно если у вас есть джойстик, тогда никаких проблем нет. А если джойстика нет, вот другой вариант возникает. Сможете ли вы так дальше работать? Хорошая тема, да ведь? Так вот, молодцы. Взлеты и были такие модификации самолетов, которые часто-часто валились в штопор. МиГ-3, ну, он же МиГ-1. Он постоянно валился в штопор. Его еще надо было выйти оттуда. Ну, научившись, конечно же. Но когда мне дали возможность полетать на тамошних моделях самолетов, то есть я могу сравнивать сразу. То есть я и на американских летал, и на англичанах летал, на всем я летал. Но, конечно, англичане, у них, мне нравится то, что машины, конечно, очень красивые. И в полете они ведут себя, ну, практически безупречно. То есть мы умели. Не будем говорить, что англичане не работали. Они хорошо работали. Что же касаемо данного этого самолета? В каком году его начали делать? Его начали делать в 1941 году. Как раз Вторая мировая война работала, 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 работала. И уже в 1944 году его начали выводить на испытания. кто испытывал, еще раз говорю, это был Де Хевиленд Джуниор. Тот самый Де Хевиленд. То есть не надо думать, что Де Хевиленд это просто денежки вкладывал. Нет, они работали. Конечно, когда он закончил, вот вопрос, и сколько было их сделано? Ну, сколько? 4400, примерно, событие, плюс-минус. Хотя, в принципе, английский вариант говорит 3,5. Ну, русский, английский, две разные вещи. Но это немаленькое количество самолетов. Был он распространен везде, количество модификаций космос. Я даже не буду ни о чем говорить. Были модификации, вот этот первоначальный вариант, вот, сейчас даже не помню. ФБМК-5, во! Вот эти всяких ФБМК-5, шуток. Ну, примерно, примерно, штук, наверное, 40. Модификации разных, естественно. Вот. Некоторая ситуация, когда я был на ГУА, то есть там, в принципе, двухместный был, то есть он расширенный был, и два человека здесь сидело. Это называется учебный тренировочный вампир. А, да-да-да, были такие. Не то, что нас один за одним, а просто рядышком. К слову, у Пипи Стрелли есть такой вариант крутого планера на электротяге. Конечно, если бы у нас было все нормально, я имею в виду нормально, без всяких налоговых, инспекций, но вы же хотели жить в капитализме. Давайте все-таки определимся. Если вы живете в социализме, то вы работаете на государство и живете. А если вы работаете на капитализм, вы платите налоги и умираете. Клево, да? Недавно подумал и придумал и сделал. И думаю, что это правильное решение. Как хотите, так и живите. Когда мне говорят, где мы живем и вообще о чем наша речь возникает, я вам задаю вопрос. Точнее, не я задал вопрос. Я почитал, естественно, Пикабун, очень хороший такой развлекательный портал. И они задали проблемку. Сколько человек у нас верит? Так оказалось, мы в Фома неверующие. То есть, ну, примерно 50% не верят ни в кого. Я верую. Если бы я не веровал, я бы не жил, естественно. Только благодаря Господу, Богу нашему, я живу. Но где мы сейчас живем? Мы живем в аду. То есть, нас тут постоянно что-то давит. И очень сильно давит. И самое забавное, что в этой моей жизни, в определенном возрасте ушел тот человек, который дал мне практически все в области радиоуправляемых самолетов. Это мне дал Цыганов, когда я у него делал машину. А этот дал мне все, такие вещи он умел делать, Игорь Маркович. Это был таких специалистов ноль целых, как бы вам сказать, таких специалистов, специалистов такого уровня. Ну, в городе может быть 3-4, не больше. Если 3-4 человека на 500 тысяч населения, я сейчас не буду перечислять, возьмите калькулятор, отчитайте, сколько, и посмотрите, сколько в количестве всемирном их будет. Не так уж и много. Ну, ориентируясь на 100 тысяч населения, это один человек. Плюс-минус. Дальше считайте сами. Их не очень много, но они ушли. А теперь возникает вопрос, как и что дальше? Я ничего не буду говорить, я далеко не сам умный человек, это однозначно. Но, что мы сейчас потеряли? То есть, мы сейчас потеряли то, что можно было делать своими руками. Он делал многие вещи, поверьте мне. Очень плохо, естественно. Очень плохо. Что же, вернемся, давай, все-таки на круги свои, помолившись, отдав должное. Чем машина еще более интересна? Вы думаете, что она просто ее сделали и все? Нет, господа мои, эта машина тоже поучаствовала в большом количестве войн. Их было много, много, в различных точках. Почему эта машина весьма интересная была? Потому что она могла летать как нужно, крутила все фигуры высшего пилотажа без проблем, ну, естественно, кроме Кобры. Вот. А скорость у нее была, ну, и она же не только была истребителем, да, хотя там четыре пушки было спереди, стояло, вот, но она же могла еще и быть бомбардировщиком, а к ней могли еще и цепляться ракеты, то есть, ну, вы представляете, да, в каком году она вообще завершила эксплуатацию, когда полностью списали, ну, как бы вам сказать, она не полностью списана, потому что, в отличие вот у нас, вот нашей структуры, где все это дело разрублялось, то есть, я не совсем доезжаю до эту ситуацию, понимаете, ну, зачем надо было, ну, хотя бы оставили бы по батальону, по батальону, ну, чтобы там количество истребителей было, хотя бы штук 30, одного, тридцать, чтобы они сохранялись, и тогда мы бы не стали переделывать и вот это все дело охамячивать в любых фильмах, вы же помните фильмы Советского Союза, ну, на Як-52, ну, зачем вы пытаетесь из него сделать бомбардировщик под названием этот, мистер Шмидт, ну, не было, либо я идиот, либо сроду так. Конечно, сегодня, сейчас все это меняется, компьютерная графика, пятая, десятая, ну, а вот что сложно было просто сохранить. То есть, есть, конечно, вещи, которые я не совсем доезжаю, ну, естественно, может быть, я что-то, сложности со мной, но можно было бы оставить, можно было бы оставить. А вот, вот теперь мы вернемся к тому, что пришлось поработать. То есть, вы понимаете, что все эти штучки, пилочки и все остальное, оно нужно здесь. Даже невзирая на модель, которая была сделана в Китае, у нее тоже были проблемки. то есть, литники не срабатывали. Нет, не получается. То есть, их-то удаляешь немножко, вот такими штучками, вот можно другую штучку взять. Так, так, это, в принципе, опять же электросила. А это уже немножко другое. Вот. Все равно приходится дальше работать. И берете, ну, напильник здесь не получается, понимаете. Вот эти штуки. Это знаете где? Это сейчас же модно, да, девушки же понтуются, да, с ногтями. Вот берете старенькое и этого вот хватит реально. И потихонечку, потихонечку дорабатываете. Но. Ааа, прикольная штука была. Конечно, конечно, надо удивиться всем. Для того, чтобы вот так красиво и ровно покрасить в цвет серебра, объясняю, красиво и ровно красить в цвет серебра, его посильнее разбудите. Ну, так, чтобы примерно по соотношению, ну, чуть-чуть, оно должно быть по... не такая жидкая, как, допустим, вода. Понимаете, да? И задуваете все остальное далеко, хорошо и красиво, используя, естественно, очки. Это для нас. А не очки, вы сами посмотрите, о чем идет речь. То есть, не надо залеплять все это дело. Я так ее сделал. Красиво. Потом промываете. Все получилось достаточно хорошо. Достаточно хорошо. И к покраске нет никаких вопросов. Были некоторые вопросы с чем? Были некоторые вопросы с обнутренним оборудованием. Но я-то думал, что все будет хорошо и качественно, да? И решил все это дело воткнуть. Но не получилось. Почему не получилось? Вы понимаете, да? пришлось немножко все это дело подрезать и тогда все вернулось на круги своя. Но! 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 То бишь, у вас есть такая штука под названием манувал. Вот он, манувал, да? Это специально для тех, кто будет дальше заниматься. в этом манувале вот здесь, да? Вот здесь, да? Вот здесь, видите, да? То есть вам говорят, при собачке все нормально, красиво, а потом используете что? Декали. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы сначала подумайте головой, а потом собираете. Я, естественно, подумал головой и прежде чем я туда поставил дальнейшие остаточные вещи под названием шасси, дополнительные топливные баки, вот они сбоку здесь стоят. Аля, какая красивая, блин. Копа, все, все, опал, да. Все, папа. Я их люблю. Да, да, да. Уже потом это я сейчас уберу. Скинем дальше. Вот. Уже потом я полепил, уже и шасси поставил, все остальное. Но самое забавное было в чем? А! Вот в этой штуке под названием красотища. Я, возможно, возможно, они это делают таким лакаром, что они сделали, допустим, это 3D-графика. Естественно, человек нарисовал, после чего идет модификация, все остальное. Но вот штука под названием зубики, вот эти, да, вот видите, они должны быть здесь посередине. А не получилось. Потому что я вроде ровно положил, а не получилось. То есть оно было сделано ровно так же, как здесь. я еще раз говорю, я врать не буду. Но нижняя часть зубов туда не влетела. Понимаете, мне пришлось разобрать ее, разрезать и сделать спереди. Вы не беспокойтесь, они закроются и будут так же красиво и ровно. Но это были проблемки. самый другой вариант был. Ну, вроде я же все-таки туда добавил вариант, да, добавил грузов, естественно, проверил. Думаю, все нормально, должно быть красиво, ровно. Но что в итоге? Оказалось маловато. И меня потихонечку, полегонечку, аккуратненько используешь то. Используя наши замечательные пенсетики. Раз. Два. Ничего, да, пенсетики? Конечно. А по-другому-то как? Пришлось их догружать. Но. Но. Вот теперь самая забавная ситуация бывает. Почему, вампир? Развернемся на кольге своя, да? Почему? Я вам показываю вот эти штучки, да? То есть вы что думаете, что свои замечательные щечки в свое время? Я использовал что? Жилет! Лучше для мужчины. Нет! И последняя модификация тоже, вот, пожалуйста, будем. С пятью еще и двигается вот сюда. Но. Но. Купил обыкновенную штучку. Там, конечно, не пять лезвий, а на одно побольше. Шесть лезвий. Бреет просто обокакаться. Ну, реально. То есть всегда не ровидитесь на рекламу. Не надо на нее вестись. Ну, и чтобы это было вообще для всех ясно, возвращаемся на кольги своя. Я говорю, на кольги своя возвращаемся. То есть на круги своя возвращаемся к Советскому Союзу. Если сейчас сюда зайдет персик, я его сразу под зад выкину. Конечно, тоже хотят кушать. Ну, так ладно. И это было в 1980 году. Какие вы модели смогли бы видеть? И они всегда были, и это было постоянное. Ну, какие модели были всегда и было постоянное? Ну, какие модели? Ну, какие модели? Всегда и постоянно у нас всегда был полностью Tempest. В любом магазине они продавались. Ну, конечно, это был фрок, который в лохмоте был ушатан, его сделали ново, но тем не менее, он везде и всюду продавался. И сегодня, сейчас он есть у меня! Его специально обнаружили. Так, хорошая машина. хорошая машина, хорошо сделанная. Не стану говорить о размерах, но не успел лошара, потому что есть у меня кфир, так вот, размеры кфира это была ширина крыльев. То есть, это далеко не маленькая модель была, поверьте мне. Хороший, грамотный, качественный, прекрасно распространенный, раскиданный по большому количеству стран самолет. Это был вампир. Неплохой вариант, очень хорошая техника. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова